Евангелие от Матфея, глава тринадцатая. Иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступивши ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Другую притчу предложил он им, говоря, царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошлась зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы и домовладыки сказали ему, — Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, а откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, — Враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, — Хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал, — Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, — Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Иную притчу предложил он им, говоря, царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им, — Царство небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Все это Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит, — Отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступивши к нему, ученики его сказали, — Изъясни нам притч о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, — Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва — есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов, тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыйдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И пришед в Отечество свое учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда? И сестры его не всели между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их.